Девочка-пай 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 Видите, 7,5 тонн просто так здесь не ездят Об этом есть знак Свыше 7,5 тонн грузовые Но если, как говорится, горячо надо, то ездят Вот, отстоял я 45-ку Не захотели меня выгружать в пятницу Отстоял 3 часа После чего сообщили мне пренеприятнейшее известие, что надо выдвигаться на парке Мы вас выгружать не будем Еду вот так вот Висит постельная, не досохла Постирал два постельных Поспал под одним одеялом ночь, думаю, ничего страшного Но была возможность, помыл машину, постирал постельное Короче, как-то так Вот, едем дальше Вот, такая вот красота Не знаю, все равно хоть и дорога Г, скажем так Но все равно Италия Это Италия, короче Просто вот смотришь Я не знаю Ну, блин, я кайфую Я, конечно, кайфую Очень-очень-очень-очень Я хочу И побывать здесь Не в роли водителя А побывать в роли отдыхающего Не конкретно здесь Ну, просто в Италии И в этих местах Есть красивые места Вот Еду 35 километров в час И больше не получается Потому что дорога очень-очень печальная Ну, итальянцам как бы пофиг Они валят там, не заморачиваются Вот видите, здесь вообще обрушилась дорога Вот, можете обратить внимание Все, поставили как бы знаки И на этом все ограничилось И едем, как говорится, дальше Так же стоит здесь Вот такие вот дела, короче Все очень строго Выгружали О, е-мое 40, разогнался, блин Надо скидывать Все очень строго Меня выгрузили Потому что тяжелые эти бобины Выгрузили такими специальными цепочками Запрещено было находиться В прицепе Я, в принципе, я только залез Один уголок забрать Но сразу остановил выгрузку И показал, что он мне назад Я говорю, я понял Потому что Такие вообще вещи тяжелые Ну, даже чтобы вам не напоминали И грузчик не нервничал Чтобы вы понимали Вообще, в принципе Когда боковая загрузка И видите, что фирма серьезная такая То старайтесь не залазить В полуприцеп Встаньте сзади Там, где-то там В безопасном месте Чтобы грузчик вас видел Потому что Они могут просто Ни слова не говоря То есть Просто взять И прекратить выгрузку И, ну, будет стоять Ты спрашиваешь, что случилось Он скажет Так ты же там находишься То есть, ну, как бы Кто-то скажет Покажет, типа, слезь А кто-то, ну Принципиально так вот Типа Самый правильный Остановил выгрузку Короче, как-то так, друзья Вот Италия Такая Италия Что я вот выехал на паркинг Да А чтобы развернуться Мне До паркинга Мне было 18 километров По националкам 13 Пятерочка по автобану И чтобы мне развернуться Мне пришлось проехать 20 или 25 километров Развернуться И поехать обратно Ну Моей вины здесь нету И, то есть, я А что я могу сделать Я выехал Отстоял Все, как мне сказали Уезжая Едь на паркинг Я выехал На ближайший паркинг Ну, разворот Я же дороги эти не проектировал Итак Я нахожусь на заводе Пербург Вот Или какой-то там Склад Я не знаю Вот это вот Пербург Многие могут вспомнить Карбюраторы Пербург Были старые Пербург 2 е там Вот И будем грузиться На завод Вольво Так, давайте покажу вам По маршруту Что у меня Итак Поехали Вот Что здесь Получается Мы находимся Вот здесь Здесь Портовое Такое место Скажем так Ливорн Портовый городок Вот Здесь у нас выход Можете вот Наблюдать Средиземное море Вот здесь Мы находимся Итак Давайте дальше Так Куда нас ведет Это походу Националка Наверное Вот это Да Похода Так Выход на А1 Мы едем Получается Я думал Мы поедем Через Монако Диспонент Сказал Едем Через Мюнхен Здесь Примерно Сдадим В Кроссдорфе ЦМР Заедем Одну У меня Вот Вот как-то Так Общий маршрут 1534 Так Что у нас По маршруту Так У нас Италия До Австрии 523 До Германии 632 Ну Сегодня Мы наверное Дойдем до Австрии Либо зайдем В Австрию А завтра Уже будем Проходить В общей сложности Вот у нас Люксембург Мы цепляем Можно будет Кстати Там заправиться Раз мы будем Проходить И Бельгия Вот Так Короче Нам сегодня Пройти Километров 500 Завтра Километров 700 Чем-то Чтобы у нас На среду Осталось Сегодня понедельник У нас Осталась Одна шайбочка И одной шайбочкой Мы доедем До Гента Как раз У нас получится Что Ночевка Где-то будет Наверное В люксе У нас Блин Но в люксе Винет Надо будет покупать Значит Надо что-то Угу Блин Может Обойти Может Обойти Люк Чтобы Винета Не покупать Здесь Круг Дается Здесь Круг Здесь Давайте Через Литш Проедем Попробуем 1534 Да Здесь Получается Давайте Вот мы Что здесь За дорога 60 Через Литш Намного У нас Давайте Точку Поставим По Единичке Так На 10 Км Все Значит Люкс Не будем Заезжать Потом Поверните Направо Заправимся На базе Заправимся На базе И смотрите Мы Обходим Шарли Рой Или мы Намур Мы намур Цепляли Пойдем Через Литш Да Короче Обойдем Люкс И будем Ночевать Наверное Примерно Сейчас Есть Здесь Паркинг Какой Паркинга Наверное Нет Ну Вот Какой-то Маленький Есть На границе С Бельгией Короче Это у нас Получится Сколько У нас До Бельгии Так Италия Австрия Германия Получается 1300 Друзья Всем здравствуйте Нахожусь Уже В Германии Нахожусь Вот На таком Паркинге Вот Нестандартная Ситуация Отбиваю Вторую Паузу В связи С тем Что закончилось У меня Время Практически А до Паркинга Мне еще Аж 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 Е-мое Даже 35 Километров До ближайшего Мы уже Поедем Наверное До того Который 82 58 Точнее Ну вот По горам Короче По ремонтам Дорог Протянул И получилось Так Что закончилось Время Думал Дотянул Не дотянул Ну Здесь стоять Нельзя Стою хорошо Но стоять Здесь нельзя Пластик Зацепился Потому что Здесь Стоят Вон там Знаки Это Парковка Для легкового Транспорта И Дабы Меня не Согнали Ночью Поедем дальше На паркинг Всем здравствуйте 5 утра Нахожусь в Бельгии Решил заснять Вот такой момент У нас сейчас Туман И Вот видите У них Оранжевого Такого цвета Горят фонари Специальные Туманные И видно Просто Как днем На самом деле Туман такой Был достаточно плотный Сейчас немножко Он уже провалился Но Приятные такие моменты Видите Что Безопасность Скажем так То есть У нас делают Просто Типа якобы Для красоты То здесь Человек Подумал Люди Подумали Изобретатель Подумал Что Вот Лучше поставить Оранжевое Туманное Не будет нести пользу И вот Едешь То есть Свободно Передвигаюсь 90 км в час Я правда Включил Туманки Передняя Задняя И Направляемся Дальше До выгрузки Нам 230 км Так Друзья Всем здравствуйте Добьем Эту серию Таким моментом Мне надо Расцепиться Сейчас Я разгрузился Расцепиться И сделать фотографию Задней части Автомобиля Вот И Я покажу вам Порядок действий Как расцепляюсь я Все в принципе Доступно Будет шумно Конечно Но вы все поймете Так Ну что Первым делом То что мы делаем Это Ставим на паркинг Прицеп Так Я пока ось опущу Чтобы она Не дергалась Делаем таким образом На себя Видите что Паркинг стоит От себя Не Все Он на паркинге Теперь Что делаем Что мы делаем Так Приопустим Лапы Сразу На всякий случай Так И Вот такой вот Манипуляция Далеко зашел Дай На себя Чеку Вот она Поднимается Если вы видите И вправо Вытягиваете И вправо Все То есть Я Замок Освободил Сейчас Что делаем Заводим Сейчас Заведем Чуть Чуть Отъедем Чтоб Замок Был Не наперекос Приподнимем Жопу Вытянем Опять Лапы Чуть Больше И отъедем Короче Как то так Надеюсь Вы поняли Нет Есть Поднимаем Его Хватит Так Лапы Надо Вот они Появился Свободный Ход Замок Расчелкнулся Вот таким Образом У меня Шланги Вот так АПС кабель Идет Внутри АПС кабель Плотно заходим. Так, ну ладно, больше выставляем. Сейчас надо опустить жопу и выходить, чтобы седло не растянуть, смазку. Так, опускаем в нижнее положение. Надо смотреть, чтобы подкрылки тоже не дралось сильно. Всё, пойдём фоткать. Так, вот такая вот у нас песня. Сейчас мы пойдём отфоткаем. Так, где мой телефон? Телефон. Это надо сделать сегодня до 13.00. Никакие эти я не игнорирую сообщения с офиса. В камере стараюсь не игнорировать. Сказали, делаем. Вопросов не задаём. Итак, номер прицепа. Щёлк. Теперь. Указание спидометра. Есть. Теперь раму со стороны АКБ. Есть. И вот такую сделаем фотку. Готово. Так, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Всё, будем сейчас отправлять на офис. Готово. Так, друзья. Зацепляться будем в обратной последовательности. Опускаем жопу к нему. Подъезжаем до крышек баков. Чтобы вот эта вот часть сравнялась. Это вам рассказываю план действия. Эта часть. Потом, получается, я подниму задницу. Она будет примерно, чтобы не растягиваясь, примерно вот здесь будет. Вот. Я подниму задницу, чтобы уже до стержня. Вот здесь, чтобы не было смазки. Зацеплю шланги, чтобы удобно было подъезжать. Цеплять точнее. И будем подъезжать потихонечку, плавненько. То есть до характерного щелчка. Смотрим по спойлерам, чтобы мы попали. Всё. Всё ровно. В принципе, руль никуда не крутим. Ну, в принципе, очень достаточно вроде как. Понятно, доступно. Ну и всё. И потом опять, когда защелкнемся, приподнимем чуть-чуть жопу ещё. Чтобы на ногах не плясать. Он на паркинге. Попробуем вперёд-назад. Если всё гуд, значит опускаем ноги. Снимаем с паркинга и всё. Кайфуем. Не знаю, наговорил. Надеюсь. Понятно. Так, погнали. Что нам надо завести? Опускаем. Давайте подъедем сразу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Оп. Опускаемся. Ну, хватит. Всё. Подъезжаем дальше. Вот он до крыши баков. Смотрите. Оп. А теперь поднимаем. Есть. Не забываем про шланги. Шланги АБС. Вот, смотрите, здесь седло. Вот. Чуть-чуть осталось и всё. И оно защёлкнется. Так. Можно было даже чуть-чуть ближе. Ну, нормально. Опа. Так. Есть. Это есть. Так. Это мы сюда определим. Это у нас это чёрный. Так, сюда. Белый. Так. Чёрный. Вот так. Есть. Так. Опа. Так. 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 Поднимаем жопу еще. Вот и все. Никаких ударов, чтобы палец не срезало. Вот так вот шланги. Для чего я поднял жопу? Чтобы лапа легче было. Не всегда, потому что вы бываете груженый. Частенько груженые перецепы. Чтобы лапы не сломать. Они тоже полые. Да и вообще. Так. Все, в принципе, мы готовы. Шкура не хочет. Готовы. Все, берем назад. Все, он снялся с паркинга. И ось поднимаем автоматически. Так, все, друзья. Вот такая вот процедура. Так, друзья. Вот я послаживал свои трещотки. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что они... Клинит. Некоторые похуже. Что мы делаем? Так. Будем их смазывать. Их механизм. Так. И сюда. Колпачок. Ну, пошла жара. Все, легенько. Вот, можно наблюдать. Все, четенько. Так. Так. Эта трещотка готова. Есть. Так. Следующая. Пятнадцать трещоток нам-то так. Ого! Это серьезно. Подзаклинило. Так. Это сюда. Да. Уже даже много. Сюда, наверное, чуть-чуть еще каплю. Ага. Разработалось. Ага. Есть. Вот таким вот способом разрабатываются трещотки. Если они у вас вообще заржавевшие, то сначала закиньте их, вот эти механизмы. Полейте соляркой. Либо, не знаю, ВД-шкой попробуйте. Только потом уже смазывайте. Он тоже клинит. Ну, вот у меня нету такой смазки специальной. Эти отвертки нормальные нету. Не то что. Вот. Ну, мы не ремонтируем в основном дороги. Мы же мажоры. Сервис. У нас сервис. Ну, это для моего удобства. Что бы я... У меня вот так трещоточки ходили. Все. Вот она разработалась. Протекло. Вот. Все. Красота. Все ходит. Не заедает. Так. Так. Пойду я схожу сейчас за бумажными полотенцами. Протру, чтобы за собой здесь ничего не было. Канистру протру. Если где-то капну. Ну, вы поняли принцип какой. Я думаю, смысла нету показывать все трещотки. Буду заниматься дальше.